Здравствуйте! Что говорят? Интернет есть? Будет? Не будет света? Нету, да? Я понял. Я тоже периодически пробовал, когда ехал по городу, а у меня ничего не было. И у вас, да? Понятно. В принципе, предлагаю, где-то на Европе свет есть. Центр есть, да. На Михайловской можно Wi-Fi найти, да? Да, на первом этаже, после третьего подъезда, центральный, да, может быть... Это в Министерстве иностранных дел, да? Да, если зайти в Министерство, то, по-моему, можно... Не, ну, можно туда в подъезда зайти, а приходилось там бывать. Там, не проходя контроль, да, просто половить, да? Да, да, да. Ну, спасибо большое. Это хорошее. Там должен быть хороший интернет, в принципе. Если совсем не ходить. Вот, если... Да, 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 да. А вот вы... А я сидел и думал. Это ящики-то. Угу. А я сидел и думал. В какие веки такое видишь? В 21-м. Что? В 21-м. Мне всегда желание в Министерстве. Живи. Не турбины. На аллее художников почти никого. Или даже совсем никого. Сейчас заедем нам из доброй надежды. Попьем чаю. Что-то тут у нас на Подоле. Непонятно. Как будто в кое-каких домах есть свет. Но в целом мрак. Темнота. Какое плетенение. Пьем чай. Я замерз. Фу, упор. Осторожно ехать. О, боже, дерево. Есть все-таки немного гуляющих. Кто-то по привычке совершает мацион. Здесь вот был магазин одежды. Поехал. Пусто. Так, я что-то пустые все. Я забыл, что оставил термос с чаем на столе. Боже. Точнее, не на столе, а в креплении второго велосипеда. Электровелосипеда. Я же думал, что буду ездить весь день на электро. Оказалось, что ездить буду в основном обычно. Ну и ладно. Отлично, мои покрышки держит. Фу, фу, фу. Чтоб не сглазит. Вон какое образение есть. Потоп-машина слаб. Это вон там Гаванский мост. Туман. Загустел. Усилился. Туман и смог. Съездил на додынку. О. Здесь ресторан с двумя зайцами. Иллюминируется так, надо понимать. Андреевский черный. Сама ночь. Я сказал на додынку, на додынец. Съездим на додынец. На додынку я уже не поеду. А. Саша remarка. А. Водорогает. Саша интересная. Что? Да, да, господи, охрип немного. Сильный туман, кобыльча, слышно как в ресторанах работает генератор. Сильный туман, кобыльча, слышно как в ресторанах работает генератор. А вот теперь заедем в университетский скверик и оттуда уже спустимся на Крещатик. В центре все, все путем. Центр светом обеспечения. Один трамвайчик светится. Как трудно. Как работает. Да, работает, надо же. Но я греться не хочу, я уже согрелся. Там мы уже на площади Толстого. Толстого. Сильный туман. значит там есть интернет почему бы и нет оказывается нам и заходить не было и надо уже есть мобильный интернет мне нечем пристегнуть вел все свои замки 2 я стоял на тумбол теперь кончился у меня перестал работать смерть один резервный аккумулятор вот теперь один резервный внешний аккумулятор дополнение двум портативного аккумулятором которые встраиваются в камеру питает камеру второй резервный это уже последний мой резерв вот здесь вроде все работает как обычно интересно есть на печерске цвета ли нет немножко ну что-то там есть возможно на печерске есть но не буду дальше ехать надо думать что печерск даже в худшем случае без цвета не останется центр печерска а но голосеевский район скорее всего беседа скорее всего следов за не давно заедем сюда как хорошо идет вел прекрасно это вере хорошо кататься очень удачный получился рама отлично большая под меня не откуда из-за львова что ли прислали по новой почте на место сломан постараемся скорее детских бьет чашечку кофе свою привет так коротецкий слишком дэнди ему не нужны наши приветы наверно слишком деньги слишком много в нем франта тоже совсем зима и раскидистые сосенки я отлично согрелся сейчас заедем здесь на смотровую площадку за филармонией глядим на левый берег и будем уже возвращаться на опять буду возвращаться через эти высокую горьку не выдумывая ничего особенно я знаю что карица а это это можно О, Господи! О, Господи! Проход запрещен. А, здесь все среди него. Солдат стоит. Ну, ладно. Нет прещотых запрещен. Левый берег темен. По факту. Все так и не дали. Сколько здесь снега-то. И все равно покрышки чудеса держат. Просто великолепно. Все так и не дали. Все так и не дали. Все так и не дали. Чаю у нас нет. И не хочется, если честно. Я никогда не ожидал, что пеликан будет так хорошо себя вести в столь сложных дорожных условиях. Пеликан. Ты просто какое-то чудо. Ты об этом знаешь. Ты чудо. А не велосипед. Фотограф до сих пор снимает. Вы не замерзли? А? Вы не замерзли? А? Да не, нормально. Вы так долго снимаете? Смотрите. Я целый круг сделал. Большущий. Я тоже выехал по этому поводу. И вы знаете, что я понял? Над городом спустилась тьма. Откуда это? Тьма, туман или что? Тьма. Это цитата. Воланд, Азазелла. Азазелла и бегемот сейчас здесь. Они снимают квартиру. Я даже знаю, на какой улице. Но поймать их там невозможно. Вы понимаете? Что-то большое надвигается. Какой был огромный трафик, да? А теперь все. Да, да. Сейчас уже разъехали. Ага. Прямо аж светилось все. Хорошего вечера. Спасибо. Я разбалтываю великие тайны. Надо придержать язык. Чтобы меня за это не влетело кое от кого. Зачем не разглашать частные дела одной весьма непростой компании. Вот. Почему ты болтаешь? Ага. Уже здесь все погружается в Амрад. Это мы проехали Львовскую площадь. За Львовской площадью осталась Большая Житоверская. А вот теперь мы едем по Сечевой стрельце. Здесь все включили. А вот тут в доме по какой-то причуде есть свет. И вот в соседнем тоже. Там, как видите. У нас какая забор. Гогольская или Тургенская. Вам больше не понравится. Здесь Гоголевская. Значит, здесь уже были пламенные отключения. И кое-что отключили, а кое-что осталось присоединенной к сети. И тут вот возле Глубочевской темненько это мы спускаемся. с пересечением Сечевой стрельцев и Глубочевской улицы. О, здесь Северофор мне габаритная гневая. А, безполицейский. О, это хорошо! Вот такой, конечно, живлянный перекресток. Я однажды попал здесь без полицейского. Боже, это еще в первые дни, когда только начали появляться наключения. Боже, что здесь творилось? Ну, теперь уже водитель по привык. Метро Лукьяновская, кажется, работает. Впрочем, я плохо себе представляю, в каких режимах могут работать вести блюля. В режиме бомо-убежище, например, как там сейчас укрытие, не представляю себе. А может быть, он продвижется. Метро Лукьяновская, всюду темна, как дупло у дятла. Какой хороший я сегодня придумал эвфемизм. Точнее, он сам придумался. Понятный. И пристойный. Я задумался над словами фотографа, когда еще такое увидишь. Вот уж действительно она сложна, человеческая натура. С одной стороны, он клянется и божится, что хочет жить тихо, спокойно, мирно. И он так это делает. Я, на что ему можно и поверить. А с другой стороны, как любит человек приключения. Тянет вот так, как магнитом. А что это, как не огромное опасное приключение? Что происходящее? Я вчера решил освежить для себя биографию Джека Лондона. Почему-то задумался о нем. Открыл статью английской википедии и принялся читать. Но я не все прочитал, потому что ленивый. То, что меня интересовало. Вступление, первые годы его. История семьи. Его сранство. Вот он отправился с журналистом на русско-японскую войну. Там его, он был аккредитован с японской стороны. И там его ждало три ареста. Он сарина пытался проникнуть туда, куда ему был возбранен доступ. Из третьего ареста его выручило, вызволило личную просьбу президента Америки. Кто там был, я забыл. Кто-то был в Америке, это был 1904-1905 год. Вот этот рубеж. Потом он очень любил тропические путешествия. У него была чудесная яхта. Он ездил, кстати говоря, на острова прокаженных. Гонолулу, Малакай. У него есть хорошие рассказы об этом. Ну, какого черта здоровому человеку ездить на острова прокаженных? Спрашивается, какого черта? Вот такого черта. А ехал из тропических путешествий. Вот, ладно, хоть не привез он проказу. Так привез какие-то непонятные болячки. Сродни малярии. Какие-то внутренние органы. Болевания поражены тропическими. Какими-то вирусами, возможно. Никто так и толком не диагностировал. Потом сидел на обезболивающих. На морфине. Возможно. По причине Этих тропических Зараз. Так и Последствия своих более ранних приключений. И умер очень рано. 36, по-моему, был. 40. 40 лет. Точнее, вчера. Умер в 16-м году. Родилась на 76-м. Это безумная его ранчо. А вот историю своего ранчо безумным. Она действительно вызывает чувство искреннего сострадания к нему. Он признавался, что последние годы писал только для того, чтобы обустраивать свой ранчо. Тысяча. Тысяча. Акров. Вот. Как он там называл? Вулфхаус. Вулф. Касса. Вулф. В общем, гни... Нестер. Гниздок. Гниздок. Гниздок волка. Замок волка. Что-то такое. С волком. Замок волка. Точно. Звучало название. Приблизительно 1400 квадратных метров пригласил он каменщиков китайцев и родцев, по-моему, у кого-то из Европы. Две бригады. Чтобы те и другие показали ему каждый, каждый слой. Каждый слой. Уникальный стиль. И накануне переезда в этот слой огромный, огромное поместье. Ночью оно сгорело. Вот так. Уже после этого он отправился, по-моему, в свое путешествие Тихоокеанское. Чтобы как-то уйти от боли, от переживаний. И уже оттуда он приехал больной этими тропическими заразами. Вот что человека оттолкает? На самоубийство. Что-то толкает. Мы никогда не узнаем. Либо Это что-то Не может быть выделено. Не может быть найдена эта субстанция. Выделен этот орган. Найдена эта химическая формула и так далее. Это то, что Запечатано В саму нашу сущность. Саму нашу человеческую сущность. Поэтому человек любит, прикидывается, что он тихий, спокойный. Тю-сю-м-сю. А на самом деле он еще тот Авультюрист. Не на такие рискованные Пойдет Опасное предприятие, что не дай бог Но при этом будет говорить всегда Что он хороший Хороший Он Вообще не опасный Милый и пушистый Как он устроит Где-то, кажется, у Юнга я прочитал Что Два человека Найдут Между собой общий язык Если Каждый из них Признает в себе В себе Самого мошенника и негодяя И увидит В другом Такое же родственное ему существо А, нет, это я Смотрел School of Life Какое-то очередное видео Вышло на канале School of Life Я уже так много лет Много Со времен основания канала смотрю School of Life Там иногда интересные бывают такие Видео Есть о чем задуматься Много, конечно, всяких шелухи Но Вот это Мысль А они Кстати говоря Цитировали кого-то Как мне кажется Уж не Юнга ли Ну я не буду Настойчив Может быть Но хорошо у нас сказано Пока ты сам себе не признаешь чертяку У тебя никогда Не получится диалога Потому что если в человеке Возобладает святошество Ну вот я хороший А ты и ты плохой Диалога не получится никогда Диалог это признание Взаимное признание Недостатков И собственных, и своего партнера Видимо так Ну что Сегодня нас будет утешать Обычный газ В газовых плитах У кого Дома электрическая плита Его будет утешать Какой-нибудь хороший Старинный прибор Керогаз Например Или какая-нибудь Керосиновая плитка У кого нет керогаза Или керосиновой плитки Может быть Есть туристическая горелка А у кого уже нет Туристической горелки Может быть он Покушаю сегодня в сухомяшком И попьет холодной водички Из бутылки В надежде что завтра У него будет свет Я бы не назвал эту надежду призрачной Но и не назвал бы я Обоснованной Так себя Такая надежда Весьма Весьма Жаткая Здесь нет поворота налево Я всегда люблю здесь поворачивать Но теперь уже правил нет Поворачивай где ты хочешь Правила отменили Кроме одного Катайся аккуратно Особенно на перекрестках Я так всю жизнь катаюсь Я когда приезжаю Сразу осматриваю перекресток А уже потом смотрю Какой там горит Светофор Красный или зеленый Главное чтобы я понимал Какая дорожная остановка На этом перекрестке И в первую очередь Решение принимаю Не из светофора А из дорожной остановки Ну нет вру Бывает Бывает Нечего на себя наговаривать Но то что я Всегда Оцениваю дорожную обстановку Да И тоже не всегда Нечего себя хвалить Тоже иногда бывает Находусь По полной Если я рассею Не тороплюсь Субтитры сделал DimaTorzok